Кромно и сейчас улица Коптевская на Управленческом уже в следующем году преобразится в дорогу, где смогут развернуться большие автобусы. А значит, многолетняя проблема местных жителей, когда им приходилось идти в поликлинику через весь городок пешком, будет решена. Здесь будет организован новый маршрут общественного транспорта. Радостную новость сообщает глава города Олег Фурсов жителям Красноглинского района. Аудитория встречает известие громкими аплодисментами. С не меньшим восторгом люди воспринимают и сообщения о восстановлении Дома культуры Октябрь на мехзаводе. Встреча мэра с жителями Красноглинского района длится три часа. Олег Фурсов рассказывает об итогах работы городских властей за прошедший год. В это время в фойе работают мобильные приемные, где каждый может задать вопрос специалисту или оставить письменные сообщения. Каждый запрос от жителей фиксируется и сразу же идет в работу. Но после официальной части встречи люди хотят лично пообщаться с мэром. Олег Фурсов внимательно слушает каждого. То, с чем нельзя разобраться на месте, поручает руководителям профильных департаментов. Из таких сигналов жителей и составляется план работы городских и районных властей на ближайшее время. Кроме этого, впервые в этом году все главы районов по поручению мэра составили так называемые дефектные ведомости. Документы с подробным описанием всех улиц в районе и с перечнем всех их недостатков, а также сроками их устранения. Как говорит глава города, этот документ и есть подробный план развития Самары на ближайшее время. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События.